Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ресурсный центр Мосволонтера. Как работает штаб по сбору гуманитарной помощи? Горжусь тобой Россия. Прошел всероссийский конкурс для школьников и студентов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Любовь и Голуби признан самым сложным для иностранцев советским фильмом. Как рассказала в своем ютуб-канале блогер из Испании по имени Нурия, иностранцам ничего не понятно в советской киноленте режиссера Владимира Меньшова. Главная сложность, по ее словам, это говор, на котором изъясняются герои фильма. Так ли это? Мы решили провести эксперимент. И вот что из этого получилось. Счастливо оставаться! Культовый советский фильм Владимира Меньшова «Любовь и Голуби» назвали самым трудным для восприятия иностранными зрителями. Как сообщила испанский блогер, самыми сложными ей показались диалоги Наде и Василия. Мы решили устроить показ фильма иностранным гражданам, а после просмотра узнать, что им показалось наиболее трудным. Фильм был достаточно интересный, мне он очень понравился. На самом деле я понял сюжет, понял почти все разговоры и почти все фразы. При этом были необычные фразы, вот как «Ешкин кот», но я эту фразу уже знаю. Но есть такие фразы, как «Зейри пенелис», которые я не знал, и еще «Шибко тошно». Удивительно то, что фраз, которые иностранцам были понятны, оказалось больше, чем тех, значения которых они вообще не могли угадать. Моле впечатлений, больше после просмотра, и принципы поведения, все, что было понятно на самом деле. Но единственное, что вот это Вася, а почему, по какой причине, почему как это уехал Гродно, и как это просто резко познакомиться с одной женщиной, которая просто все время ему рассказывает про какие-то теркинезы. Такие слова разговаривали, я вообще не понял. На принципе, я себе еще как это записывал в телефоне, вот, что такое, космос повытирало, вот как кикимало, и уймите вашу мать. Мы-то, конечно, знаем, что означают эти слова, и постарались объяснить иностранцам. Они вроде бы поняли и пообещали продолжать смотреть советские и российские фильмы для еще большего погружения в русскую культуру. Екатерина Матвеева, специально для телерадиокомпании «Русский мир». Мосволонтер – это уникальный проект правительства Москвы, который объединил активно горожан, некоммерческие организации, власть и бизнес для решения социальных задач столицы. О работе штаба и о том, как можно стать волонтером, в следующем сюжете. Мосволонтер – это большая дружная команда добровольцев Москвы. Для них нет чужих бед и проблем, но есть одна общая цель – делать добро. Стать волонтером может каждый. Дети младше 14 лет могут помогать на городских акциях вместе с родителями. Многие москвичи успешно совмещают карьеру и добровольческую деятельность. Также в команде есть серебряные волонтеры. Это добровольцы старше 55 лет. А школьники, студенты колледжей и вузов присоединяются к волонтерским отрядам в своих учебных заведениях и проводят добрые акции. О ресурсном центре «Мосволонтер» я узнал из социальных сетей, из группы ВКонтакте. Там я увидел, что набирают волонтеров в штаб по сбору гуманитарной помощи. И так как я уже принимал до этого участие в других проектах, то я понял, что не могу пройти мимо и хотел бы очень помогать людям. Мы принимаем гуманитарную помощь от любого желающего. Каждый может прийти, принести все, что хочет по списку, по необходимости. В данный момент больше необходимость в средствах личной гигиены, продуктах питания. С февраля этого года в ресурсном центре стартовала благотворительная акция «Москва помогает» по сбору гуманитарной помощи жителям Донбасса. Пункты приема расположены в разных округах столицы. На данный момент волонтеры помогли собрать более 830 тонн гуманитарной помощи для населения Донецкой и Луганской народных республик. Во многих соцсетях пишут, что помощь нужна людям. Но хочется помочь все-таки, они же в таком тяжелом положении находятся. Чем можем, каждый помогает. В центральном офисе также проходят другие благотворительные акции, в которых может принять участие любой желающий. Также у нас есть еще дополнительные боксы, куда вы можете принести корм для животных. Коробка храбрости. Из данной коробки все передается в больницы для детей. Также у нас есть коробка с чеками. Данные чеки перерабатываются, из них делаются конверты. Коробка добрые крышечки из-под пластиковых... пластиковые крышечки, из-под бутылок. Они также идут на переработку. У нас есть коробка с канцелярией. Это ручки-фломастеры. К нам сюда в офис приходят целые отряды вузов, добровольческие отряды, которые приносят все данные товары и издают их в больших объемах. Также и приходят обычные граждане, которые заносят крышечки, какие-то определенные еще товары. Также их издают. Как показывает практика, делать добро намного проще, чем мы думаем. Любовь Курьянова, специальная для телеканала «Русский мир». Накануне в Тульской области прошел региональный этап Всероссийского конкурса для школьников и студентов «Горжусь тобой, Россия». Местом проведения была выбрана Детская республика Поленова, лагерь для активных городских детей. О программе мероприятия и об участниках далее. Главной задачей конкурса «Горжусь тобой, Россия», который реализуется в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта образования, при поддержке Министерства просвещения является популяризация традиционной культуры народов нашей страны, а также приобщение молодежи к ценностям российского общества. В конкурсе принимают участие более 5000 школьников и студентов из 30 регионов России. Проект проходит в формате интеллектуально-развлекательной игры, которая позволяет участникам не только проверить свою эрудицию, но и узнать много нового. Мы путешествуем по всей России с нашим проектом, приезжаем в разные области и показываем в интерактивном формате квизов сам проект. Дети очень активно участвуют, создаются конкурентные ощущения, вовлеченности. За первые места мы всем обязательно дарим сувенирные призы, сувенирную продукцию. И также в конце года, уже второй год подряд, мы проводим общее соревнование среди всех регионов России. В этом году первое место в региональном этапе занялась семиклассница Владислава Плеханова. Именно она и будет представлять Тульскую область на всероссийском этапе. Очень люблю читать книги. У меня родители очень умные люди. Они всегда с детства заботились о том, чтобы я читала книжки разные. В школе я люблю историю, биологию, географию. Мне это интересно изучать, как устроен мир в целом. Много квизов я проходила разных. Но у нас в школе разные самостоятельные работы. Я изучала дополнительные всякие книжки. Немного шок. У меня сестра выигрывала Олимпиаду. Меня как-то на это не готовили. Я не знала, что это. Я думала, это просто обычный квест. Также воспитанники Детской Республики Поленова стали первыми участниками еще одного федерального проекта «Живые былины», который тоже входит в число инициатив в рамках национального проекта образования и претендует на сохранение и распространение народного фольклора. В первую очередь мы хотим сохранить наш родной русский фольклор и приумножить его сейчас, чтобы подрастающее поколение тоже могло приобщиться и познакомиться с тем, как это в принципе было изначально. Для того, чтобы они делали это, мы создали мультики, сказки и аудиовизуальные сказки, то есть аудиозаписи. Потому что детям сейчас это намного интереснее, они так больше и лучше воспринимают информацию. Данные проекты также стали частью праздника фестиваля «Вместе ярче», который состоит не только из воспитательно-патриотической программы. В течение дня воспитанники лагеря принимали участие в серьезном социологическом опросе автономно-некоммерческой организации «Право и милосердие», которая затем ляжет в основу методических разработок в области организации детского отдыха и оздоровления. В саду имени Баумана состоялся фантастический по красоте и креативу фестиваль моды «Зеленый подиум», который представил собой объединение дизайнеров, флористов и актеров. На мероприятии побывала моя коллега Альбика Ильясова. «Зеленый подиум» — это двухдневный фестиваль, который объединил моду, искусство и любовь к природе. Местом проведения был выбран сад имени Баумана не случайно, а потому что именно это пространство всегда привлекало творческих людей, стремящихся к красоте. В рамках «Зеленого подиума» более 50 модельеров и производителей одежды из России и стран СНГ показали свои коллекции. Главная цель события — поддержать отечественных дизайнеров, дать им возможность развивать собственные бренды и получить поддержку от специалистов. «Подиум» — это не только то, почему ходят модели. «Зеленый подиум» — это еще и возвышение брендов наших российских дизайнеров. То есть на «подиум» — это возвышение. То есть мы образно ставим бренд, наш российский бренд, дизайнерский бренд одежды. У нас в маркете там представлено очень много разных, очень интересных аксессуаров, украшений, одежды. Мы просто берем это и поднимаем, поднимаем наверх, на этой прекрасной зеленой плодородной почве. Фестиваль был посвящен теме экологии. По живому подиуму прошли более 500 моделей в нарядах от отечественных дизайнеров. Галопоказ состоялся в историческом гроте Бильведеры и в уникальной зеленой арке Берсок. Лицом проекта «Зеленый подиум» стала Анастасия Сизикова, участница проекта «Гордость наций», которая тоже предстала перед зрителями в наряде отечественного бренда. Это платье от дизайнера «Дивуси». Сейчас был предпоследний показ в этом наряде. Данное мероприятие – это уникальная возможность русских новых модельеров заявить о себе и показать, какой может быть мода. Посетители фестиваля смогли ощутить себя на настоящем светском рауте, совместить посещение модных показов и музыкальных концертов, познакомиться с современными трендами и отдохнуть на свежем воздухе. Альбика Ильясова специально для телерадиокомпании «Русский мир». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежа, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру. До новых встреч и до свидания.